Вчера у Аллы Довлатовой Мы продолжаем тему коллабораций, которые принесли что-то неординарное, необычное, яркое в нашу жизнь. И это солист группы Ума Турман Владимир Крестовский и действующий космонавт, космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса Сергей Корсаков. Что у них произошло? У них случился клип. Вчера была премьера «Большая мечта», «Вера в чудо» и 5 месяцев понадобилось для того, чтобы осуществить эту мечту. Клип можно эксклюзивно посмотреть ВКонтакте, а мы прямо сейчас слушаем песню, на которой был снят этот космический клип. И ждем участников этой неземной коллаборации в гости. Звезды Ума Турман. Мои гости сегодня звезда Русского радио Владимир Крестовский, группа Ума Турман. Я звезда Русского радио. Привет. Здравствуйте всем. Да, и покоритель звезд Сергей Корсаков. Испытатель, космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса. Здрасте, Сергей. Приветствую всех. Да, очень приятно познакомиться лично с вами. Клип посмотрела, мне все понравилось. Песню сейчас послушали вместе с нашими слушателями. Уверена, что все сейчас так же воодушевились, как и я. И хотим вас похвалить. Вы придумали очень крутую коллаборацию. Естественно, нормальный вопрос. Кто придумал, как идея возникла? Потому что, насколько я понимаю, что идея была такая очень энергозатратная. Знаешь, идея прямо была где-то в воздухе, где-то в космосе. Так. Параллельно у Сергея была идея сделать ансамбль из космонавтов, собрать и спеть. И у нас была идея снять что-то необыкновенное. А как вы вообще узнали друг о друге? Вот так бывает. Это, может быть, странно прозвучит, но звезды сошлись. Да. Кто вас соединил? Мы смотрели на звезды, не опускали руки. А, вот так, как в песне, да? Училась, да. Я поняла. А по поводу Сергея, как ему досталась главная роль в клипе? Был кастинг? Конечно, кастинг. Участвовали все. Все личные космонавты. Все, да. Чем Сергей вас покорил? Своим бархатным голосом волшебным. Понятно. А вы по-настоящему играете на гитаре? Или это... Да, я играю по-настоящему. Вы учите песню. А, то есть вы изначально музыкой не занимались никогда? Не занимался, как любитель. Поэтому взял с собой гитару. На самом деле меня отобрали в кастинге не столько из-за голоса, потому что это была моя гитара, собственно. А-а-а. Ключевой фактор. Больше ни у кого гитары на МКС не было. Гитары не было на МКС. Только у Сергея. Это хорошо было. Слушайте, а вы не мечтали в детстве быть артистом? Ну, обо всем понемножку мечтал, но никогда серьезно об этом не задумывался. Ну, продолжать теперь уже будете творчество? Ну, как пойдет. Музыкальное. Я ко всем открыт, готов. Молодец. Ну, планирую, конечно, космическую карьеру продолжать. Это тоже не... Одно другому не мешает. Как вы показали и доказали, одно другому не мешает. Да. Как в том анекдоте. Ладно. А в фильмах про космос есть всегда такой момент, когда вдруг что-то пошло не так. У вас было такое? Серегу. Всегда все идет не так в космосе. А вот именно с этим клипом? Есть даже такая у нас поговорка, что все будет не так. Не готовься, не готовься. Да, с клипом были, конечно, трудности, которые были успешно преодолены. Были и положительные факторы. На станции была очень хорошая профессиональная камера, которая осталась от киноэкипажа. Клима, Шипенко, Юрия, Пресиль. А, они забыли. Использовать. Да, нет, они оставили, потому что возвращать сложнее, чем туда отвезти. Вот, но были проблемы, например, с записью звука. То есть у нас ничего нет предназначенного для качественной звукозаписи. И были, конечно, другие трудности. Сергею пришлось собирать этот аппарат из запчастей МКС. Значит, отсюда откроет дело. Молодец. Собрал студию звукозаписи и записал. Круто. Сразу после короткой рекламы «Красивые песни» мы продолжим рассказывать вам, как снимался этот клип и вообще как интересно там на МКС. Владимир Кристофовский, группа «Ума Торман» и действующий космонавт России Сергей Красаков у меня в гостях. Так, бутылка, на самом деле, у нас трансляция. Ты можешь пить из нее? Хорошо. Она не просто так станет для видов. Попробуем. Все посмотрите обязательно клип ВКонтакте. Мои гости сейчас рассказывают в процессе, как они его снимали. Еще раз напоминаю, что вчера стартовал клип, называется «Звезды». «Ума Торман» записала песню. Сергей Красаков там на МКС, играл на гитаре, на такой интересной гитаре, маленькой. Это электрогитара была, да? Да, электрогитара. Да, мы уже узнали, что это ваша была гитара. Я где-то, мне кто-то говорил, что целая эпопея была с тем, чтобы передать эту гитару. А вы что, каждый свой полет не берете просто так с собой гитару, нет? В космос. К сожалению, нет. Можно взять с собой только один килограмм лишних вещей. И что вы берете? Корабли. Каждый берет какие-то... Ну вот вы конкретно. Миры, то, что напоминает о доме. О доме. У меня уже был музыкальный инструмент, губная гармошка. Она как раз таки проходит по габаритам, по весам. А гитара хоть и компактная, такая дорожная, но она весит полтора килограмма. А, поэтому вам ее не удалось взять. Понятно. И ее нужно сертифицировать, чтобы доставить на борт. Поэтому потребовалось несколько месяцев. Целый грузовой корабль, который вместе с продуктами питания... За чей счет? Ну, за мой, конечно. За чей счет? С ума сойти. Так, ладно. Как вы репетировали? Ну, соответственно, Сергей на МКС репетировал. Мы репетировали у нас на земле. Какой-то, я не знаю, вот это вот... Нет, все дистанционно. Все дистанционно. Серега разучивал песню по песне уже, которая была. Вот. И он держал связь с режиссером и с музыкантами, которые ему объясняли аккорды, как играть. В общем, это был процесс. Да, круто. Полгода длиной. А кто делал кадры на МКС непосредственно? Кто был вашим оператором, режиссером? Кто вас снимал? Хорошо снимали. Оператором, режиссером, осветителем, гримером был я. Сами? Я был исполнителем, да. Нет, ну, гримером, допустим, ладно, вы и так красивы, вам и грим не нужен. Но, допустим, что вот, вы поставили камеру или что вы сделали? И дальше нажали на кнопку? Да, не так-то просто, конечно, чтобы... А вы там один были, что ли, на МКС? У нас три российских члена экипажа. Ну, а что, они не могли вас снять? Все время расписано, поминутно. Они занимались важными делами. В свободное время отдыхали, а я в свободное время планировал съемку. И именно почему в свободное время? Потому что вот все интересные места, локации, где хотелось снять, там постоянно идут работы. Надо было поймать момент, когда никого нет. Да. Встать пораньше, утром. Да. Рабочий день в шесть начинается. Да. День на станции. Надо было очистить место, поставить свет, настроить камеру, начать играть. Буквально уже минут 15-20 я начинаю снимать. И люди просыпаются, начинают двигаться. И снимка заканчиваются. Сергей жертвовал своим сном полгода, чтобы снять этот калифт. Ну, это вообще на самом деле. Я представляю. Я считаю, что вы действительно... Почему я вас спросила, хотели ли вы в детстве быть артистом? Потому что это нужно настолько любить искусство. И так любить творчество группы Ума Турман. Хотя, ты знаешь, если бы я могла бы у вас там поучаствовать, я бы тоже вставала в 5 утра. Да, конечно. Спасибо. Ну, потому что я тоже люблю творчество группы Ума Турман. Ладно. Гениальные титры, мне так показалось, это графика, вот когда листочки летят. Или что это? Это реальная съемка, задумка нашего режиссера. И это тоже вы все воплотили? Да, это все делаю. Я, на самом деле, это один из таких самых сложных моментов. А как это вы делаете? То есть вы сидели под камерой и вот так вот пускали эти листочки? Пускали эти листочки, но они непредсказуемо ведут себя в невесомость. Там есть потоки воздуха от вентиляторов, их закручивают. Вы дыбли вот так на них, да? Да, в том числе и дуть, снимать много дублей, чтобы он красиво пролетел каждый листочек перед камерой. Отпуск у вас какой здесь на Земле? У нас стандартный отпуск, это 44 дня. Сейчас после полета у нас есть командировка, не отпуск, а реабилитация. Но она покроет в Сочи, в санаторий, засчитывается. В Сочи будете? Да, у нас уже идет. А вы? Я специально из Сочи прилетел сюда на презентацию. Значит, слушайте, сейчас полетите в Сочи, я вам дам все контакты. Там есть парк Ривьера. Ты не завидуй. Ты слетаешь в космос, потом тоже. Короче, там есть аллея космонавтов. Самую первую магнолию посадил Юрий Алексеевич Гагарин. Все космонавты. И у Титова там несколько, ну все посадили. Или у Леонова там две магнолии. Они шикарно большие. Они будут счастливы, если вы придете, посадите у них магнолию. И у вас там будет на этой общей аллее космонавтов. У нас у самых великих космонавтов будет своя магнолия. Как? Это уже запомнил. А у Леонова и космонавты России. Отлично. На самом деле космонавты вносят большой вклад в озеленение планеты, потому что уже столько деревьев посажено и до полета. После полета, я думаю, еще больше. Ну вот сейчас в Сочи как раз полетите. Владимир Крестовский, группа «Ума Турман». И наш прекрасный космонавт, сейчас скажу, космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса Сергей Корсаков. Сегодня у меня в гостях. Корсаков. Корсаков. Опять я. Опять ты за свое. Промузыкальная фамилия у вас. Сергей вернулся с МКС буквально месяц назад, правильно? Да, совершенно верно. А еще космическая пыль осталась в волосах. Да. Пыль, да, и звезды в глазах. Да. Ладно, кстати, на МКС есть пыль? Да, это есть. Это проблема, которую мы успешно решаем. Последние годы стало меньше. Но пыль образуется от кожи человека. Собирается в определенных местах, на фильтрах. Мы ее убираем. Так что в целом чисто. Понятно. Надо же, как интересно. Действительно, что вы 10 лет ждали полета в космос? Да, 9,5 лет. Прошло до моего полета в космос. Буквально 26 октября было 10 лет, как наш набор был принят в отряд. Так, теперь, соответственно, вы ждете второго полета? Да. А сколько ждать придется? Ну, обычно это занимает 3-4 года. Понятно. Если все идет по плану. Володь, ты дольше всего чего ждал в своей жизни? Дольше всего? Да. Ну, наверное, дольше всего я ждал, когда же я наконец стану знаменитым музыкантом. Да. Сколько лет на это ушло? Тоже, наверное, лет 10. С тех пор, как я написал свою первую песню и понял, и осознал, что вот кем я стану. Я стану знаменитым музыкантом. Как Серега, наверное, сказал, я стану космонавтом. Космонавтом, да. Это примерно из одной области, на самом деле. Сказать, если ты просто, условно, житель Нижнего Новгорода, и ничто не предвещает, это примерно из одной области. Да, где-то 10 лет. Ну, какой нужно иметь, получается, стержень и волю к победе, чтобы эти мечты осуществились? Рядом со мной сейчас сидят настоящие мужчины. Прям приятно даже в ваших лучах здесь греться. Вчера в гостях был Сергей Полунин. Это наша звезда балета всемирно известная. Танцовщик. Он мечтает станцевать в космосе. Ну, он такой вообще незаурядная личность. Думаю, что готов на тоже разные испытания. Скажите, в космосе можно танцевать? Да, я думаю, можно даже очень интересный креативный танец придумать, когда на тебя не действует гравитация. И ноги просятся в пляс, и на них не действует опора, и можно все что угодно изобразить. Тем более МКС становится все более такой творческой площадкой. И фильмы снимаются, и клипы, и песни. У вас просто проходной львов там. Остались вы кататься. Балаган устроили из МКС. Ну, что делать? Слушай, Володь, а ты не хочешь в космос летать? Конечно, хочу. Да? Ну, конечно, и станцевать. И спеть, и сыграть, да. И дать концерт. Представляешь, если концерт. Ну, единственное, что вы сказали, проблемы со звуком. Ну, все равно вы с этим справились. А мы привезем. Мы подготовимся, да. В этот раз шаттл уже ходит. Вон будет на МКС, а я буду на земле играть. Ну, лучше, мне кажется, вместе уже туда. У вас все-таки уже... Серегу за руль посадили. Срослось, да. На МКС снимали, в футбол играли, музыкальный клип записали. Как думаете, что дальше будет? Вот что можно полезного или интересного еще сделать на МКС? Ну, полезное там делается регулярно. Это научные эксперименты, ради чего мы летаем в космос. А из творческих экспериментов, ну, помимо танцев, которых еще не было, наверное, можно придумать цирк. Фокусы показывать. Фокусы показывать. Да. Велебристика. Как раз Сафроновым сегодня звонила, приглашала их в гости. Ну, вот, да, наверное, вот еще и они могут туда. Еще и запашность с тиграми. Сейчас мы придумаем. Сейчас уж балаган, так балаган. Владимир Крестовский, группа «Ума Турман» и Сергей Красаков, летчик-испытатель, правильно же? Испытатель же? Космонавт. Исследователь. Космонавт, да, космонавт-испытатель. Сегодня у меня в гостях мы говорим про чудесную коллаборацию, про новый клип «Звезды» и новую песню группы «Ума Турман. Звезды», которую мы уже слушали в эфире. Если прозевали, ничего страшного. Вконтакте вышло, вышел клип. Обязательно посмотрите. Очень красивый, очень такой воодушевляющий. Проличное немножко. За время, что мы с тобой не виделись, у тебя родилось, Володя, двое детей. Да. Теперь шестеро. Да. У Сереги, в смысле у брата, на подходе тоже шестеро. И еще один, да. Я уже запутался, сколько у него детей. По-моему, у него шестой как раз на подходе. Да, шестой. Я посчитала. Я считаю, что шестеро детей родить – это не меньший подвиг, чем в космос летать. Догнал-таки, сукин сын. Ну, молодец. Сергей. Я думал, все-таки я удержу эту пальму первенства. Ну, у тебя теперь есть стимул седьмого. Да, слушай, придется опять мне взяться за дело. А у вас действительно соревнования? Ну, конечно. Ну, ладно. Правда? Ну, я как младший, видишь, мне всегда хочется доказать, что я хоть в чем-то. Ну, ты в космос лети. Ну, так вот, если Серега возьмет в следующий раз. Договорились? Да, с удовольствием. Сергей, у вас двое детей. Расскажите про свою семью в двух словах. Потому что семьи космонавтов все спрятано. У артистов, конечно, к ним прикованы все взоры, взгляды. Их там отлавливают эти папарацци, рядом щелкают. Дети тоже часто уже и на обложках везде фотографируются. Ну, привыкли уже в лучах слава родителей. А что с вашими? У вас два пацана. Да, два мальчика, 6 лет и 3 года. Конечно, в семьях космонавтов основная тяжесть и ноша ложится на жен космонавтов, на матерей. Пока мы готовимся, пока мы в космосе, они тянут эту лямку, воспитывают детей, показывают папу по телевизору. Но вам, знаете, все-таки выгодно детей рожать. Им выгодно, почему у них по 6 сердцей, друзья, они все время на гастролях. Тоже жены тянут эту лямку. А вы все время в космосе. Поэтому жена рожает, там все это делает. Вы прилетели уже как на праздник. Ребенку уже 3 года. Классно. Он пролетел уже 6. Да, отлично. Ну, что больше хотите? Еще одного ребенка или в космос второй раз? Ну, другому не мешает. А, логично. Понятно. Ребенок-полет, ребенок-полет. Обычно так. Обычно так получается. Хорошо. Вопрос такой нескромный совсем. Я не знаю, как вы сможете на него ответить. Много лет назад, еще в советские времена, говорят, что отправляли туда женщин в космос и делали эксперимент. Можно ли же в космосе забеременеть? Вот что вы знаете об этом? Как этот эксперимент? Удался, а у кого-то не удался? А вообще есть какие-то данные? Потому что до сих пор это в загадках природы. Даже британские ученые ничего по этому поводу не могут нам сказать. Мне кажется, если кто-то и проводил такие эксперименты, то он не рассказывал об этом. Насколько я знаю, сейчас очень сложно такой эксперимент провести в связи с биоэтикой. То есть не пропустят, скорее всего. А вы можете сказать, мы с женой готовы вместе полететь в космос? Ну, там, теща с детьми, а мы готовы полететь и провести эксперимент. Тут самое сложное – жену уговорить. Именно полететь в космос, конечно. То есть жена, боитесь не согласиться, да? Вообще коснулись личного-личного. Может, ты, Володь, свою уговоришь? Я запросто. Да, мне кажется, она такая бойкая вообще. Через несколько минут, сразу после очень красивой песни и маленькой рекламы, поиграем. Игра будет, конечно, тоже у нас сегодня земная и космическая. Итак, играем с Владимиром Крестовским, группу «Матурман» и Сергеем Красаковым. Отряд летчиков-испытателей и космонавтов. Нашего. Роскосмоса. Правильно? Да. Значит, Володь, ты играешь за Землю? У нас такая будет между небом и Землей. Межгалактическая игра. Да, межгалактическая, правильно. Ты за Землю, Сергей, соответственно, за космос. За Международную космическую станцию. Я задаю вопрос. Ты отвечаешь про Землю, как у тебя, а ты, как у тебя на МКС. Сколько раз в день ты отжимаешься? Володя. Всегда по-разному. Ну, примерно. Вообще, когда я в графике, я стараюсь отжиматься там сто раз хотя бы. Сто раз в день? Так, что там на МКС? В космосе мы отжиматься и подтягиваться можем бесконечное число раз в день, поэтому мы этого не делаем. В отсутствии гравитации это очень легко. А, то есть это не дает никаких этих вот нагрузок? Никаких, да. Понятно. Сколько дней в неделю ты музицируешь? В зависимости от графика. Ну, в нормальном стандарте? Ну, точно раза три в неделю. Молодец. Так, а у вас там как? В сентябре этого года это было каждый день. И летом тоже, наверное. А когда вы прилетаете сюда с губной гармошкой? С губной гармошкой, да, получилось реже. Хотя изначально был план такой записать что-нибудь с гармошкой. А так получается, ну, наверное, раз в неделю. Ну, раз в неделю тоже ничего. А во сколько ложитесь спать? В 12 в час. А у вас? У нас официально отбой в 9, поэтому я не буду отходить от официальной версии. Хорошо. Как чаще проводите выходные? Как часто? Ну, чаще всего как проводишь выходные? Ну, допустим, эндуро, мотоцикл, лес, грязь. А как на МКС? Мы собираемся с международным экипажем, с нашими коллегами-астронавтами, смотрим кино на проекторе, на большом экране. А какие в основном фильмы смотрите? А у нас такая договоренность. Одну неделю мы смотрим американский фильм, следующую неделю российский фильм. Чтобы такой был культурный обмен. Понятно. Хорошо. А как часто снятся эротические сны? Каждый день. Прекрасно. А там на МКС? Каждую ночь. Каждую ночь. А мы днем спим, да? Да, мы всегда спим. Как расслабляешься на земле? Как на земле расслабляешься? Вот расслабляешься ты как? Прямо расслабляюсь? Да, прям расслабляюсь. Я вообще на земле никогда не расслабляюсь. С шестью детьми невозможно расслабиться. А ты, Сереж? Здесь как раз-таки дети довольно далеко. Можно расслабиться. А на МКС как расслабляешься? На самом деле достаточно выключить свет, надеть шумоизолирующие наушники, отпустить все поручни, повиснуть в таком космосе, в своем маленьком, и действительно чувствуешь себя полностью расслабленным. Захотелось. Ну, как в воде, наверное, да? Лежишь, как в воде. Да, только лучше. Но только не тонешь. Да. Ну что, всем нам захотелось в космос, конечно же. А для меня каждый раз, когда я слышу группу Ума Турман, я как будто бы надела вот эти очки и улетела. Потому что действительно золотой хит, как он пришел тебе в голову? Ну, наверное, из космоса, не иначе. Сейчас все оттуда приходит. Ребята, спасибо вам большое. Очень рада была сегодня с вами провести этот вечер. Спасибо тебе. Спасибо вам. Будем слушать, смотреть клип, слушать песню звезд. До сейчас, любимая Ума Турман с песней Ума Турман. Я прощаюсь с вами до 7 часов вечера, до завтра. Оставляю вас в компании с Андреем Макеевым. Вечернее шоу Аллы Довлатовой. Русская радио.